Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я из города Киева. Мне 34 года. У меня есть муж и двое детей. Оказывается, это очень волнительно выписывать у тебя на видео, но не хочу в этом взять участие, и попробовать, как это вещать в аудио и видео формате. Так вот, про марафон. Начну по пунктам. Как марафон повлиял на мою жизнь? Муж подсказывает, что марафон повлиял положительно. Что говорят о моих изменениях близкие? Интересная история, потому что близкие о моих изменениях говорят не очень много. Но я думаю, что дело еще в их изменениях. Мне очень нравится марафон тем, что они могут прочитать то, что я никогда не могу им сказать. Не могла сказать, потому что нет случая для этого, нет такой степени откровенности и как-то пространства и времени. И, по крайней мере, подруги говорят, что когда они читают то, что я пишу, о них это находит очень большой отклик. И поднимаются какие-то изменения у них внутри о своем. Мои примеры как-то затрагивают их личные, общественные, официальные вещи. И они тоже меняются. И мы меняемся вместе. Я даже чувствую, что с некоторыми мы идем в марафоне параллельно, хотя они не участвуют пока, что в марафоне. Но уже некоторые будут во втором участвовать, потому что им оказалось интересно даже идти со мной параллельно. И я вижу, что где есть изменения, меняется поле в целом. Что о моих отчетах говорят мои родители, знают мои свеклы, что я пишу. Ну не знаю, правда, я читаю. Муж ждет моих отчетов каждый день. И я думаю, что он знал обо мне больше за последнее время, чем за время до этого. И как-то мои благодарности, я думаю, что влияют на него, потому что я вслухи говорю мало, зато пишу их каждый день. Это очень важно. И он их читает. И это действительно хорошо, что я могу хоть таким способом сказать, потому что устный ресурс у меня не очень развит пока что. Письма мне гораздо легче дается, и поэтому писать отчеты мне гораздо легче, чем говорить это. И как изменилось мое самоощущение? Самый яркий момент, что мне больше не хочется носить брюк. Вот как-то бац и отрезало. Даже сложно сказать, какой момент, но где-то посередине марафона, ну не посередине, а ближе к серединке, я поняла, что мне неприятно носить брюки, джинсы, а мне хочется юбок, платья. И у меня гардероб не был к этому никак готов. И я нервничала очень, у меня это легко не давалось абсолютно. Но изыскывала юбки, изыскывала к ним вверхи. Я поняла, что я еще даже при наличии вещей не готова их там комплектовать легко и беззаботно, потому что аналог немного утерян в этом. Только в школе носила юбочки в школьной форме, а дальше, чем дальше, тем больше, тем больше джинсов было. И теперь, ну зато с ношением юбки у меня появилась осанка, я это заметила. Мне стало приятно себя в этом виде видеть, чувствовать внутри. И теперь я даже дочки не могу одеть брюки. Я купила ей новые джинсы, красивые, модные, фиолетовые, узенькие. И так они и лежат. И вот на улице дождь, плохая погода, а я не могу одеть. Потому что мне хочется тоже на нее одевать юбочки. Я пошла купила колготочки, чтобы можно было комбинировать вверх, вниз и посередине юбочки. И это, наверное, самое сейчас яркое ощущение вот этой вот женственности. И белье хочется красиво одевать. Вот через такой вот, через вот такой вот стейк пока заходят во мне изменения. И еще близкие говорят, что муж сказал, что я стала спокойнее, не такой резкой. Это я пыталась паузу нажать, но не получилось. Это как раздочка кричит. Что мне дает ежедневное заполнение отчета? Дает организованность. Сначала было очень тяжело найти это время, организовать, как-то втиснуть это все в программу своего дня. И где-то через неделю оно начало втискиваться. Сначала было тяжко. Но теперь есть как-то уже привычка, что положил детей, пошел, написал. И, конечно, я уже перестала загадывать, что я хочу написать. Потому что каждый раз я сажусь за компьютер, кладу руки на клавиатуру. И они пишут немножко другое, чем то, что я собиралась сказать устно. И начинаются у меня новые инсайты. И они открывают гораздо подробнее день изучаясь совсем с другой стороны, чем он предполагал до этого. И это, конечно, очень ценностная для меня вещь. Что инсайты постоянные. Я могу посмотреть на свой день со стороны под разными углами, отвечая на все вопросы отчета. Это очень организовывает и сознание, и подсознание. И я уже понимаю, что я уже начинаю жалеть, что по окончании марафона этого не будет. И я уже думаю, может, вступать скорее во второй марафон. Потому что хоть и тяжело иногда хочется выходного от марафона. Чтобы уже в фильм посмотреть и не писать, или с мужем поболтать. Но потом напишу и чувствую, насколько анализы этого дня помогают принимать новые решения каждый раз. Какие чудеса случились за время марафона? Шестой вопрос. Анкеты. Раз чудес не случилось, таких каких-то, чтобы сказать вау. Теперь я нашла, у меня не было мужа, я нашла. У меня была ребенка, я родила. Нет, этого не было. Но ежедневные чудеса случались постоянно. И я даже хочу сказать не о чуде. Одно из заданий марафона было говорить всему да. Я не могу просто об этом случае умолчать. Потому что мы как раз в этот день уезжали из Феодосии, города в Украине, на море. В Киев. Там, где мы и живем. Обратно. Мы в Феодосии были три недели. И ехали уже домой. С вещами, с детьми. У меня уже были записи к манитюрам, к федитурам. К мяне. Все было договорено. И тут мы выезжаем, муж говорит, кстати, забыл тебе сказать, а давай, у меня вот такая идея появилась, давай тебя не в Киев отвезу, а в село к своим родителям на неделю. И я понимаю, что это село, где нет воды, где нужно будет мне задеть немного смотреть. Потому что у родителей, конечно, отличные, прекрасные люди, много помогают. Но село возраста уже многое не могут помочь. И не помыться, не мне, не детям, что гораздо больше труда нужно будет там вкладывать. В общем, такая... В нормальной жизни я бы не сказала бы. Да, но это же был марафон. И как раз задание не говорить нет. Поэтому посмотрела на мужа и сказала да. Сердце сжалось. Потом упало в ноги. В руки. Муж очень удивился, очень. Он не ожидал тоже реакции, да, потому что вопрос был так скорее мысли-слух. Да, да. Говорю, а что же я могу сказать еще, кроме когда? Он само выскакивает в сердце прямо. Говорю, ты же можешь сказать нет? А я смотрю на него и думаю, он же не знает, что. Не могу я сказать сейчас нет. И так вот раз, и вот эта ночь поменяла наше направление. И поехали мы в Киево, в село. Отменяя все мои педикюры и манитуры по ходу дела. И приехали мы в село. И родители тоже не ожидали особо, что мы там приедем. Ну, они рады были видеть нас, конечно. И вот там все, пока-пока, муж оставляет на семью неделю там. И это, конечно, был мне вызов. Такой вызов неплохой. Потому что было страшно ужасно вообще. Не изменит это такой ежедневной жизнью, так оставаться в таких условиях самой. И по итогу это было очень классное неделю. Это, ну, который мне уже было не рано вставать, с ними тоже заниматься. Мы ходили на огород, приходили смотреть поезда с детьми. Намного стали ближе. И это тогда настолько перевернуло, настолько показало первостепенно его недоверие мужу, потому что мне было очень тяжело пойти на это. У меня прямо внутри началась такая психосоматика, что начала выворачивать, и крутить, и вертеть. Я поняла, насколько мне тяжело принимать на самом деле мужа. Хотя казалось, что я такая вся классная в этом вставлении. Ну, так, не очень, уверенно. Вот. И оно просто, я сейчас даже, прямо, все эти слова не влезают прямо в горло, насколько это да подняло много во мне, и насколько я решила дальше в жизни оплатить. И всю неделю вот это было да, весь мир. То есть я шла на вещи, которые дети просили, которые раньше почему-то я не говорила этому да. И получила я море новых ощущений, и таких свежих-свежих, и таких, как 17 лет, наверное. Очень живых, настоящих таких. Вот. И, наверное, этот ответ как-то связан с седьмым пунктом анкеты, что у меня получилось изменить или осознать. Вот. Это да, мне очень много дало. На всех уровнях. Я думаю, что оно продолжает еще давать, потому что оно так задело какой-то пласт, и он сейчас в разработке на него идет. И много, не все задания марафона, но большинство из них поднимало, и вот они сейчас продолжают разрабатываться. И некоторые вещи, наоборот, мне казалось, что мне будет очень тяжело, например, про родителей, что там меня будут тоже крутить, вертеть, и что мне тяжело дастся письма родителям. Оказалось, вообще это был не вопрос, что сложности были не там, где я их ожидала. А говорить комплименты оказалось раз и сложность. И я себя узнала совсем с другой стороны. Я думаю, что меня друзья узнали. Один из ценных отзывов моих друзей было то, что они думали, что я намного более неидеальная, и мы что-то позволили им видеть, что я живой человек вообще. И я этим самым стала ближе. И отношения стали легче. И я этому очень рада, что так получилось, что люди имеют уникальный шанс узнать меня глубже. И я могу себя узнать глубже. Ну, в общем-то, польза, конечно, такая ежедневная маленькая польза для жизни меня и моего окружения. И я тут даже если бы написала шпаргалочку, знаете, теперь я могу понять, что я написала. А, доверие мужа мне об этом сказала. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Я была рада поделиться на сайте Матмарафона, а также я в первый раз пробовала себя записать на видео с речью. И это тоже новый опыт, такой очень непростой. Спасибо за внимание. Это была Наташа из Киева. До свидания.